приветствую вас господа подписчики сегодня у нас будет выпуск из кулинарной рубрики мы будем готовить домашний курник для этого нам понадобятся такие ингредиенты на начинку мы возьмем соответственно курицу грудка можно было взять филе просто в магазине было только грудка поэтому будем ее разделами филе картошки немного от 4 картошки я взял а тесто у нас будет из муки яиц сметаны и возможно масло ну и куда без перца черного молотого я никакой точной рецептуры не скажу то есть там стакан муки 2 яйца потому что я такими категориями не мыслю я просто я все делаю на глаз вот и цель этого видео просто изложить принципы принципы приготовления домашнего курника в том виде в котором его готовлю я начнем с банальной чистки картошки картошки у нас немного возможно даже вся не потребуется все четыре картошки не потребуется поэтому рецепт у нас как полагается в первую очередь традиционный и быстрый то есть он не требует немного времени никаких-то особых кулинарных навыков почему мы начали с картошки потому что картошка требует определенной предварительной подготовки прежде чем мы ее добавим в курник а именно ее следует нарезать кубиком таким среднем мелким и я ее немножко проварю буквально немножко для того чтобы она наверняка приготовилась потому что в качестве начинки сам будет сырой есть риск того что она не пропечется картошку я залил водой немного ее посолю даже я предпочитаю где вот когда варю картошку я солю прям с избытком то что на каждый всю соль она не берет потом есть риск что начинка будет недосоленой потому что начинку не так просто посадить поэтому картошку я солю как следует все ставлю ее на огонь и будут готовить примерно до полу готовности теперь занимаемся курицей одной грудки я думаю нам хватит прям вот так вот задача и отделить от кости кто не хочет этим заниматься могут взять филе можно использовать филе бедра то есть она даже более такой жирная сочная кто любит я просто считаю грудку самым самым самой полезной частью курицы в ней белка больше всего жира нету лишнего в бедре там 20 грамм белка 20 грамм жира здесь 20 грамм порядка 3 может быть грамм жира конечно наши курники это не принципиально потому что мы так жира будет хватать у нас тут не фитнес рецепты традиционные народные рецептура вот основные два куска филе мы срезали вот это вот попутно соскабливаем и все это дело режем мелкими кусочками сидя вообще неудобно резать привык как-то стоя этим заниматься все складываю в отдельный боксик и я слегка пока варится картошка и пока будем делать тесто я слегка замариную курицу ну как замариную добавлю туда соль перец все это дело чтобы она тоже насытилась вкусом был бы чеснок добавил бы чеснока на короче у кого что есть и кто что считает нужно можно добавлять то что он подсказывает внутренние требования это и есть главный принцип народного рецепта который никакой аксиомой не является постоянно живет постоянно изменяется соответствии с возможностями почтениями и условиями жизни тех людей которые являются относительно подбирать рецептуру всей ну все курицу я нарезал сейчас добавляю сюда соль здесь соли не надо переборщить конечно не нужно перец я люблю побольше перца поэтому добавлю так добавлю сюда еще чуть сметаны и мы посмотрим будет ли начинка от этого сочнее и все перемешаем сейчас она будет чуть лежать мариноваться пока я буду готовить тесто пока расскажу вам как его сделать сейчас как раз и картошка полу полу приготовиться и добавлю сюда картошку теперь переходим к тесту начинаем с яиц яиц теоретически достаточно двух я нахожу яйца очень полезным продуктом поэтому я могу добавить и 4 и 5 ну пожалуй на 4 остановимся сюда же добавляем сметану конечно в идеале это было бы деревянская густая жирная сметана готовим из подножных продуктов подручных потому берем ту какая у нас есть добавим еще немного масла сейчас я его растоплю в микроволновке что тоже не масло растаяло частично нам всю как раз не надо всю пачку нам достаточно вот где-то примерно столько тщательно перемешиваем можно перемешать еще на стадии конечно яиц однородную консистенцию мне кажется нужно сметану побольше добавить поэтому я сейчас еще чуть и следом у нас идет мука понятия не имею сколько ее потребуется здесь уже нужно чтобы она позволила нам довести наше тесто до той консистенции в котором мы сможем его раскатать на 2 блина верхний и нижний и завернуть наш нашим начинку туда теперь раскатываем первый слой противень у меня будет квадратный точнее не будет а у нас уже квадрат поэтому и тесто должно быть у меня квадратное и даже чуть превосходить размеры противня чтобы высоту занять и вот эти вот высоту стенок хоть он и невысокий и еще чуть завернуть чтобы было была площадь для заворачивания противень с пергаментом смазала маслом примеряем как раз хорошим запасом у нас тут наша лепешечка получается и переносим как раз готова начинка сейчас мы картошку сюда вываливаем перемешиваем ну и все и аккуратно распределяем по нашему курнику пирогу получилось даже чуть вот кажется маловато начинки ну и сейчас будем раскатывать второе вторую лепешку накрывать раскатываем следующую ее уже нам требует чтобы она была гораздо меньше по площади да и по толщине так ну и все примеряем наш курник таким вот образом сейчас нужно все аккуратненько тут скрепить вот такой вот получился у нас пирог на данном этапе и сейчас мы его поставим в духовку минут на 20-25 даже не знаю как не знаю насколько по времени при какой температуре думаю градусов 170 будем держать и периодически смотреть подковыривать пробовать методом опытным путем выведем все равно в любом случае духовки у всех разные и везде готовится по разному простоял достаточно долго на самом деле я время не засекал не знаю было ли видно простоял вообще гораздо больше чем я планировал потому что я не включал на высокую температуру дабы ничего не сгорело вроде бы готов тонкое такое дабы ничего не сгорело там все равно